Добрый вечер всем. Наша сегодняшняя глава – это глава Бо. Глава весьма интересная, в принципе, где заканчивается казнь египетский, где происходят выходы из Египта, где идут заповеди пасхально-жавые поражения, первый Песох, который происходит в Египте. И в конце у нас есть заповедь о Тфелине, когда есть описание нескольких мечей, которые мы пишем в Тфелине. И мы сегодня займемся очень интересной вещью. Мы попробуем проверить связь между Тфелином, Мезузой, Песохом и Обрезанием, как это все вместе соединяется и что это чему-то нас учит. Это наша будет сегодняшняя тема. Итак, давайте начнем с Тфелина и Мезузой. Дело в том, что в Тфелине, как и кто знает, есть четыре пороши. Тот Тфелин в головном виде у него зависит на четыре части, на руке тоже. То есть есть четыре куска истории, которые написаны в Тфелине. Два из них – Кадеш Ликольбхор, то есть заповедь, то есть осветитель первенцев, и Вегаяки Вееха, и будет, когда приведет тебя Всевышний в землю и так далее, находятся в нашей недельной главе. Эти наши стихи, и они связаны, и сказаны они о чем? Они сказаны о выходе народа Израиля из Египта. И, естественно, самое главное в этих двух главах, что это то, что сказано у нас, и всякое… Стоп, стоп, стоп. Это… И скажи сыну своему в той день, как… Так, это ради того, что сделал со мной Господь при выходе моем из Египта. И это самое главное. Две остальных заповеди, то есть две остальных, то есть куска истории, которые находятся в Тфелине, они находятся в какой? Они находятся в книге Дворим, когда происходит Бритарвод-Муав, то есть союз на переходах Муава, и это какие куски? Шма-Исраэль и Вегаям-Шамо. Эти два вещи. В чем их основной смысл там? То есть в чем основная система? Там основная идея в принятие на себя заповеди и, скажем так, принятие на себя ярма Царства Всевышнего. То, что человек на себя принимает. Таким образом, получается, что две пороши, то есть два куска истории в Тфелине занимаются выходом из Египта. То есть, или другими словами, источник народа Израиля, где народ Израиля зародился, когда он зародился, как народ при выходе из Египта. Ну, а две остальные, то есть эти пороши, то есть куски истории, занимаются тахлит, то есть цель, то есть предназначение народа Израиля, то есть принятие на себя заповеди, принятие Царства Всевышнего и так далее. То есть это куда мы идем, к чему мы стремимся, то есть стремление и так далее. Это то, что соединяет в себе Тфелин. Теперь, скажем так, сестра Тфелина. Кстати, Тфелин – это мужской или женский род? Неправильно. Я объясню, почему. Как говорится один Тфелин, то есть одна коробка, как она называется? Тфиля. Итак, и сестра, так скажем так, даже, можно сказать, близнец Тфелина – это Мизуза. И вместе с ней, то есть у нее тоже в Мизузе упоминается Шма в Игаяем Шамо. То есть, да, две эти куска истории, которые находятся в книге Дворим. Но что в ней нет? Две других, которые находятся в Тфелине. То есть, Кадеш, то есть святиме каждого первенца, и Вегая, Киевеха, и будет, когда приведу в землю. Нет там. То есть кто-то делал, то есть в Мизузе этого нет. То, что есть в Тфелине, в Мизузе этого нет. То есть получается, что Мизуза приводит только задачу, цель народа Израиля, но не его источник. Теперь вопрос. Почему? Почему это так? Почему Мизузе только вторая часть, то есть называется вторая часть Тфелина, но нет первой источника народа Израиля? Мы попробуем сейчас ответить на этот вопрос, а базируясь на нашу недельную главу. Но перед этим мы сначала должны задаться другим вопросом, который поднимается в основном и очень мощно по поводу Мизуза. Какой вопрос? Какое имя написано на Мизузе? Совершенно верно. Шин Далет Ю. Имя Шадаль. Что это является? Это является аббревиатурой, не знаю. Аббревиатурой чего? Шомер длатот Израиля. Хранящей двери, то есть врата Израиля. И поэтому Раша объясняет Мизуза хувад гадар. То есть Мизуза – это обязанность проживающего, потому что она его защищает. То есть в принципе человек должен обязан повестить Мизузу, когда? Когда он живет. Если здание стоит без проживания, чтобы никто не живет, в этом здании не живет, Мизуза на него обязана. По этой причине, кстати, на офисах вообще Мизуза не обязан ставить, но там не живет. Их ставят, но по аллахии не нужно ставить, поэтому их нельзя было оставлять. Это кто не знает. Более того, на Синавуку тоже надо вешать Мизузу. Там достаточно святости охраняется, там есть шхена, там не нужна Мизуза. Но все равно вешают. То есть там, где мы не живем, там не нужно это. Поэтому комната, которая непригодна к проживанию, если меньше оборонного размера, тоже на ней не нужна Мизуза. И так далее, и так далее, и так далее. Теперь вопрос. Охрана дверей народа Израиля к Мизузе какая святость? Почему? И на этом попробуем ответ из нашей головы. А как мы в ответе? Через пасхальное жертвоприношение. Пасхальное жертвоприношение приведено в нашей главе Бога. В нашей недельной главе приведено пасхальное жертвоприношение. И это пасхальное жертвоприношение, то, что происходит, то, что делается с пасхальной жертвой, делали в Египте, ответит нам оба вопроса. Почему в Мизузе нет вот этих вот стихов, которые связаны с выходом из Египта, и почему написано Шадай, то есть Даша Мэр Златот Исрая. Эти вещи открываются из нашей недельной главы. Смотрите, что мы читаем? Говорит нам по поводу Песаха в Египте, что нам говорит Всевышний. Первое, что нам говорит Всевышнего, это, я сейчас открою, это жертвоприношение, глава Бога. Первое говорит так. И пусть возьмут крови, его имеется в пасхальное жертвоприношение, и наведут на оба косяка, как на верите это звучит, на оба косяка и на притолку в домах, в которых будут есть его. То есть сказано, что эта заповедь связана с пасхальным жертвоприношением там в Египте. Мы больше никогда этого не делали с пасхальным жертвоприношением, но только в Египте. То есть в принципе, вы лаххумин гадан, ну, альштейга мизузот. Слово мизузот уже появляется. Второе, что у нас есть там, это 13 стих в 12 главе. Это все по-русски, только в этот стих по-английски. О, destroy you, then a smite will land of Egypt. ОК. То есть, и кровь будет там знаком, на домах, то есть, что вы в них, и я увидел эту кровь, и пи пасхти, пасхти это перепрыгнул. То есть, слово пасх, слово пасх обозначает перепрыгнуть, то есть, обошел, перепрыгнул. Вы лоя бахэм неги в немашки, и не будет вас, то есть, убивающей, то есть, вот это вот, смерть к вам не зайдет. Обалдеть, как вы переводите, все на русском, одно на английском, именно этот стих. ОК. Смотрите, что мы учим из того, что написано в этих стихах? Мы учим интересную вещь. Получается, что кровь пасхального приношения, жертвоприношения в Египте, пасхальной жертвы, и мезуза являются двумя частями одного селона. Потому что Всевышний увидит кровь где? На мезузод. На мезузах притолка, то есть, да, то есть, не притолка, а косяки. На мезузод ботым, то есть, на и, что сделает, и в сах перепрыгнет. То есть, пасх связывается с мезузод. Даже лингвистический, то есть, с точки зрения лингвистических слов. Таким образом, что мы можем сделать? То есть, мы можем, в принципе, соединить и, скажем так, провести параллель, сопоставить между кровью пасхальной жертвоприношения на косяках и с мезузой напротив четырех отрывков в Тфелине. Дело в том, что в Тфелине, что у нас есть? То, что есть в Тфелине, то есть в пасхе с мезузой. Причем, то есть, дело в том, что пасх, то есть, пасх, который в Египте, это, в принципе, мезуза египетская. То есть, эти кровь, для чего они служат? Для того, чтобы защитить дом. Они, то есть, работают на ту же самую систему. Кровь. Но это только в Египте. После того, как будет доранванатора, нужно будет уже вешать мезузу. То бишь, источники египетские, или то, что связано с выходом с Египта, с точки зрения мезузы, перекрывает то, что было в Египте. А в Египте был пасхальный, то есть, жертвой крови. То, что делает Атахли, то, что будет после дорывания Тора, то, что мы должны принять на себя игорь Всевышнего, его царство и его заповеди, это уже после дорывания Тора. Это то, что потом Всевышний скажет, то есть, вешать на двери. Более того, что мы сказали, что кровь пасхальной жертвы, так говорится у нас в стихах, она что? Написано от. Правильно? Так сказано в стихах у нас в недельной главе. Она имеет знать. То есть, этот знак не даст убить. То есть, нагиф, кстати, это нагиф. Нагиф – это вообще, в принципе, мы сегодня говорим, нагиф – это вирус. По-настоящему нагиф – это тот, который идет и заражает, и поражает. Поражающий. То есть, не дам поражать ваши дома. То есть, эта кровь не даст поражать ваши дома. То бишь, пока народ Израиля находится во время войны Всевышнего с Египтом в Египте, то есть, во время казни перденцев, на них заповедь Мезузы является что? Кровь. Кровь-то и заповедь Мезузы. Во время Торы меняется, как можно сказать. Теперь, защита, которая давала эта Мезуза египетская, так называемая кровь, эта Мезуза в Египте, а для чего она была защитой? Она не давала, то есть, скажем так, смерти, несущей зайти в дом еврейского, то есть, евреев. Те, которые повесили. Вы знаете, далеко не все евреи это здесь. То есть, как говорят медрашины. То есть, смерть не заходила, охраняла врата, двери на еврейского народа, чтобы смерть туда не зашла в Египте. Теперь, наша домашняя Мезуза, или на воротах Мезуза, которая в сегодняшнее время, она тоже защищает. А чего она защищает? Она защищает от захода тому, что противоречит чистоте, святости и так далее в еврейском доме. Она защищает от входа всяких нечистых вещей внутрь дома. Она делает тоже деятельность, только там нужно было защитить от ударов Египта. Здесь она защищает от, она скажет, нужно принять на себя Царство Всевышнего, Игоря Всевышнего и так далее, его заповедей. Это то, что должно быть в доме. А то, что не должно быть, то есть, оно останется снаружи. И, в принципе, она исполняет ту же самую задачу. То есть, так это работает. И таким образом хорошо объясняется то, что сказал Рашин, что Мезуза Хуват Гадар. То есть, да, это обязанность живущего в доме, потому что она его мишамрто, она его защищает. То есть, получается, одно и то же. Как кровь, которая есть в Мезуза Египетской. Можем теперь назвать. То есть, мы говорим, есть в Песах Египетской, но здесь есть в Мезуза Египетской. Мезуза Египетская – это кровь. В наше время Мезуза – это свиток, который висит. Поэтому первая часть, которая связана с Вуханом Египетской, не написана в Мезузе. Она была связана с защитой там, а вторая часть – защитой здесь. То есть, все замечательно. Провели параллель. Теперь мы перейдем к обрезанию. Дело в том, что связь между Мезузой и Тфилином у нас порождается очень легко. Она находится внутри шма. То есть, сами стихи тоже связаны между Мезузой и Тфилином. Когда мы говорим, что мы должны эти слова положить на руку свою. То есть, это называется между глаз наших. И написать на косяках наших, на вратах. То есть, связь между этими словами. Есть также связь между кровью пасхальной жертвы и обрезанием. Где мы связь эту находим? Мы об этом учили. Мы это учили в книге Хискель. В книге Хискель, когда идет притча о той найденышей девочке, которую он нашел. То есть, помните, кто учил? То есть, мы учили Хискель, когда он нашел девочку, которую бросили. И увидел тебя, митбусаса, бадамайш. То есть, когда он увидел, что ее бросил отец и мать, и так далее. Своей кровью я ее вытащил, тебя и вырастил, защищал, и так далее. А потом она предала его. Помните, мы это учили? То есть, в поруче своих Хискелях. Вот это вот. Вот. И там сказана такая фраза. Бедамайих хаи, бедамайих хаи. Кровью своей живи, кровью своей живи. И говорит медраж. Почему Всевышний сказал два раза, кровью своей живи? Эля, Маракоч Боуху, бисхут дам песах, выдам миля. Ши тигалуми Мицраим бисхутам, а тема тигим лейбе. То есть, вы, говорит, заслугу крови обрезания и крови пасхального обрежащения были избавлены в Египте. Вы помните, что Всевышний в нашей голове говорит запах обрезания. И запрещает ей в песах не обрезанном. И сказано, что этой кровью, которая связана с обрезанием, и кровью, которая связана с пасхальным жертвоприношением, были избавлены из Египта. И в будущем тоже будут избавлены. То есть, вы помните, мы когда объясняли, когда учили книгу Хискель, мы говорили, что вообще вся эта аллегория начинается с того, что он ее нашел в крови, то есть так далее. Это египетское рабство и так далее, как Всевышний выводит народ Израиль. Это, в принципе, аллегория, скажем так, притча, которая объясняет отношения между народом Израиля и Всевышний. Как он ее взял, как он ее растил, как он ее упал по пустыне. И там идет эта бедома и хаи. Что вы из этого учите? Понятно, что связь между Мизузой и Тфилино не похожа на связь между обрезанием и между Песохом. Связь между Мизузой и пасхальным жертвоприношением, она не похожа на связь между пасхальным проножением и обрезанием. У нас пасхальная жертва кровь, то есть она в две стороны уходит, мы сказали. В Мизузу, а теперь мы еще до сюда обрезание привезли. Окей? Теперь. Смязь, то есть это связь с Песохом мы сказали, у Мизузы какая? У крови, что не даст ли Машхидзе войти, то есть не дать смерти войти в дома. Правильно? Все замечательно. То есть, в принципе, чтобы Мизуза, чтобы Мазик, то есть да, тот, кто не сделал ущерба, не вошел, ничего не сделал плохо. Связь между обрезанием и Песохом, она обратная. Какая? Там сказано, чтобы он не войдет, а здесь сказано, что? Вы не будете выходить человеку из дома своего до утра, то есть там в Египте. Или Есть две вещи. Первое, что для того, что вы кровь намазали пасхальную, и вы не будете выходить за эту кровь наружу. Иначе вам защиты нет. Тот, кто выносит, тот дурак. То есть сам себя под удар поставил. Вторая вещь, что нельзя мясо пасхального, то есть нужно было ли седр делать там в Египте с пасхальными жертвами, то есть так далее, то есть с мацой, с марором там сидеть, то есть в эту ночь, когда происходит удар по первенцам в Египте, нельзя это мясо выносить за дверь. Вынеси это мясо за дверь, что происходит, то есть оно будет пасоль, то есть нужно не кошерное для использования. То есть пасхальное жертвовое движение должно выйти наружу и так далее, это кровь. Таким образом, пасхальное жертво связано так или иначе, то есть с поеданием самого мяса и самой крови, чтобы это не выходило за предел дома. Теперь обрезание. Для чего обрезание пришло? Обрезание пришло для того, чтобы поставить печать у народа Израиля, для того, чтобы осветиться, как сказано, И его потомках запечатал союзом святым. Что имеется в виду? Что обрезание – это тоже знак. Знак чего? Это знак в том, чтобы он ставит тоже за ограду, чтобы народ Израиля не выходили куда? Со своей святостью, чтобы не уничтожали свое семя. То есть для того, чтобы не вышло их семя туда, куда не надо, и не уничтожилось. Оно стоит на том месте, где семя выходит, чтобы не потерять семя с точки зрения браков не тех, с точки зрения уничтожения семени, то, что не родить ребенка от него. Таким образом, получается, там пасхальная жертва и кровь запечатывали двери, правильно, у мезузы от входа и от выхода, чтобы не было выхода под удар, под уничтожение. Точно так же обрезание запечатывает еврейское тело, чтобы не было выхода вне святости, в уничтожение, чтобы не было семя брошено, чтобы не родилось ни еврей, чтобы оно осталось в святости дальше. И только в святости будет выходить семя, там, где стоит печать, то есть обрезание, точно так же будет выходить только в святости, как вышел народ Израиля из Египта, не выходя в ту ночь, но вместо уничтожения. В принципе, это связывается одно с другим. Таким образом, получается, что две вещи, которые связаны с пасхальной жертвой, этой кровью, с одной стороны, он защищает от входа, уничтожения, и с другой стороны, защищает от выхода в уничтожение. И точно так же две, то есть Мезуза защищает, с одной стороны, от входа, что может сделать вред в дом еврейского, это понятие дома, и с другой стороны, она защищает от того, чтобы, как в обрезании, чтобы не было выхода к потере еврейской святости. И это понятие еврейского дома, потому что у понятия дома есть два смысла. Какое два смысла есть у понятия дома? У дома есть понятие смысл – это семья, бейто шлядам, то есть, что такое бейто шлядам? Это понятие семья и понятие там, где он живет. Это два аспекта, которые связаны с обрезанием и Мезуза. Смотрите, как я вам сейчас покажу. Дело в том, что, где мы видим, то есть, да, с точки зрения по поводу семьи, то есть, да. Кстати, это тоже связано, и семья, и проживание связано с чем? Тоже с пасхальным жертвоприношением. Как это связано? Во-первых, сказано про семью. Селебейтаво, целебайт. То есть, взять до ягненка, лебейтаво, то есть, да, на дом отцовский, целебайт. То есть, да, а ягненок, то есть, да, который нужен для пасхального жертвоприношения, для дома. С одной стороны. А второе, то есть, понятие, что дом – это место, где человек живет. Здесь связано по поводу остатка мяса. То есть, сказано, что нельзя оставлять. Правильно, написано. То есть, если дом будет, семья будет малочисленная, чтобы слишком много, и нельзя, чтобы оставалось от мяса пасхального до утра, как говорит закон, мы читаем в нашей недельной главе тоже. И взял он и его сосед, который близник не мог, в его дом. То есть, уже определяется система, где человек живет. То есть, есть внос в дом пасхального жертвоприношения, понятие семьи. И если это слишком много, то есть и понятие, где он живет. То есть, это и то, и то, это быть то. Это и то, и то, и то, это и дом. Кстати, то же самое происходит. Интересно, то есть, это видно, что понятие семья и понятие жизнь, то есть, жизнь связано также с чем? С понятием свободы. У свободного человека есть понятие дом и понятие, где он живет. То есть, дом в смысле семья. И понятие дом в смысле, где он живет. У раба этого нет. Почему? Во-первых, по сочке зрения семья. Раб, мы знаем, закон раба говорит, что если хозяин даст ему жену, а он потом будет освобожден и уведет, то дети и его жена останутся кому? Хозяином. То есть, он когда раб, это ему не принадлежит. У него нет понятия семьи, когда он раб. Теперь, также сказано, то есть, это что сказали, то есть, наши молодцы говорят, эвит эн лохайс, у него нету юфасин, у него нет понятия, то есть, принадлежит к семье. Более того, сказано еще по поводу проживания. То есть, по поводу ювеля, 50-летний сказано. И объявяете свободу всем, сидящим на земле. То есть, да, что имеет в виду свобода? Что живет в любом месте, где он хочет, и он не находится во власти других. То есть, человек, который находится во власти других, он не живет в нем. Он под влиянием его хозяина. Там, где хозяин скажет, что может жить, там он будет жить. То есть, он лишен двух этих вещей. То есть, это еще и показатель настоящей свободы. Имение дом. То есть, семья с одной стороны и место жительства с другой стороны. А семья завязана с обрезанием. И место жительства завязана с мизулой. Причем, оба завязаны на песке. И на крови. И, естественно, к самому понятию выхода из Египта освобождение. Из рабства. Таким образом, что у нас выходит? У нас выходит очень интересная вещь. То есть, да. Как мы сказали, пасхальное жительство прорешения есть еврей со своей семьей, со своими соседями в месте, где он живет. И таким образом, его на веки, то есть, да, его мизуза, это то, что происходило в Египте, и на веки, то есть, мизуза будет сохранять его дом и чистоту дома, где он живет. А обрезание будет сохранять святость его семьи и его потомка. И теперь еще немножечко об Аврааме. Специально про Аврааме, потому что связано одно и две вещи. Мы посмотрите, то есть, когда три ангела приходят к Аврааму его проведать. И сообщают ему про рождение Ицхака. Когда это произошло? Откройте раж, это было в Косове. Откуда мы знаем, что было в Косове? Потому что в тот же день они ушли куда? В дом. Чем их накормил Лот? Написано Мацой. Раша объясняет Песохой. То есть, это было в Песах. Из-за того, что это было в Песах, то есть, да, получается очень интересно, что ему приходят гости, которых он пускает, и они ему сообщают о рождении Ицхака. И это рассказывается, и тут раскрывается дорога нашего праотца. Какая? Во-первых, Петах Бейто, его вход в его дом. Он закрыт от входа кого-то, кто нанесет ущерб. Но открыт для кого? Настежь для гостей. Также, скажем так, вход или выход, я не знаю, как это назвать, его тело закрыт для того, чтобы вышло его семя в нечистоту, и оно раскрыто для того, чтобы породить Ицхака. Снова мезуза и снова обрезание. То же самое, получается, двери народа Израиля запечатаны кровью Песаха, чтобы не зашло то, что уничтожает, но открыто в Песах для кого? Что мы говорим при начале Леседа? То есть все, кому нету и так далее, зайдет и будет есть с нами. То есть да, все, кто у него придет, то сядет с нами и будет, то есть Ицах, то есть будет есть пасхальное жертвопоношение. То есть мы начинаем Леседа с того, что мы приглашаем того, кому некуда идти, заходи с нами, сяди с нами. У нас закрыто две пасхального жертвопоношения. Кровь и жертвопоношения пасхального отхода того, кто-то нужно нанести ущерб, но открыто гостям, которые готовы прийти. Это то, что мы учим товаром и вином. Закрыто от плохих вещей и открыто, и тоже в Песах для прихода гостей. То же самое мы учим, что нижнее, скажем так, отверстие у нас закрыто, чтобы обрезание, чтобы не вышло уничтожение всякое плохое, но верхнее открыто для чего? Это рот. Для чего он открыт? Для того, чтобы рассказать нашим потомкам, то есть святой нашей, скажем так, нашим потомкам, святой нашим, то есть святое семя, то есть да, которые зададут нам вопросы, то есть да, расскажи сыну своему. Ему и с этим завязано заповедь Туфеля. Порождение народа Израиля. И где это происходит? В двух домах человека. В семье и там, где он живет. То есть в принципе это все закрывается. Таким образом, если мы подведем итог, мы нашли связь между Туфелином и Мезузой, пасхальным жертвоприношением, свободой и обрезанием. И все это появляется в нашей голове. Так или иначе. То есть обрезание прямым текстом, пасхальный жертвоприношение прямым текстом. Мезуза у нас нет, но есть Мезуза-притолки. То есть это не притолки, а косяки, на которые мажут. Это Мезуза древняя. И у нас есть в конце нашей головы есть стихи, которые входят в Туфелин. Таким образом, это все соединяется вместе. И на нем идет самое главное. Что мы должны хранить? Наш дом, освещать его и так далее, во всех этих аспектах. И Туфелин, кстати, это нам напоминание вечное, которое лежит на наших сердцах, на нашем разуме, что мы это должны держать. То есть помнить, откуда мы взялись, кто нам дал все, на чем мы породились. Как защитить нас от того, чтобы не вошла нам всякая гадость. Но вместе с тем мы открывали ворота тем, кто должен войти и кому нужно, чтобы он вошел. И также мы закрываем, то есть это соусловление семьи, что наша семья не пострадала, и раскрываем ее для продолжения нашего, скажем так, еврейского и рода, еврейского сознания в следующих поколениях. На этом мы сегодня закончим. Вот такая вот жемчужина недельной головы, которая выходит из нашей недельной головы. Тов, всех, кто нас слушал, запись, все хорошего. До новых встреч. Увидимся.